Самое время приступать. Спасибо большое за плюсы. Но тут еще определенные накладки у нас будут связаны с форматом нашей с вами встречи. Но об этом потом. Итак, сейчас мы попробуем провести открытый урок. Это из курса Team Lead Поддержки. Полностью это называется руководитель поддержки пользователей в IT. Да, несколько тяжеловесно, но лучше отражает то, что тут происходит. Разрешите представиться. Зовут меня Константин Ковтан. Я руководитель этого курса. Я отвечаю за все те художества, которые происходят сейчас, происходили раньше, будут происходить в будущем. Я достаточно долго в кухне поддержки и с радостью делюсь опытом. Как я докатился до жизни такой. На самом деле, это короткая, достаточно забавная история. Забавная для окружающих, для меня в меньшей степени. Дело в том, что несколько лет назад меня накрыло мое хоккейное прошлое. И мне пришлось влечь натерацию на спине. Нет, все прошло замечательно. Я в полном порядке. Но я достаточно большое количество времени провел. Я вел малоподвижный образ жизни. Мне приходилось много общаться. С заслуженной поддержки, заслуженной доставки. С одними, с другими, с третьими. И я начал испытывать через некоторое время то, что называется профессиональное подгорание. Не выгорание, подчеркиваю. Подгорание. Когда ты видишь, что творится какая-то ересь, но повлиять на это ты не можешь. Я начал записывать в такую тетрадочку все те колючки, которые мне под языком скопились. И когда у меня скопилось две тетради формата А4 на 96 листов, я понял, что этот материал нужно как-то структурировать и систематизировать. Я это облег в документ, показал своему приятелю, который долго и серьезно занимался в IT-сфере. Говорю, слушай, вот я хочу написать статью. Он говорит, слушай, тут для статьи много. Я говорю, ну ладно, я дополню практику, и будет книга. Он говорит, нет, книга скучна. Ну, я уже не выдержался. Зачем пришел белый человек, а что ты предлагаешь с этим делать? Он говорит, а ты не пробовал преподавать начать? Ну, и, собственно, так это трансформировалось сначала в несколько занятий, потом в целый курс. Курс начал дополняться, обрастать какими-то детальными дополнительными занятиями, дополнительными темами, практиками. И он трансформировался в то, что мы имеем сейчас. Значит, это далеко не первый наш поток, который стартует. Вот этому курсу уже больше четырех лет. То есть, он проверен, надежен, надежен и вполне себе пользуется популярностью, заслуженной популярностью и спросом. Итак, о чем мы сегодня поговорим? В первую голову спасибо всем, кто нашел время в предвыходной вечер поговорить, время и желание поговорить о делах насущных. Мы познакомимся. Я расскажу в нескольких словах об ОТУСе. Я расскажу, собственно, пытаемся голубым по Европам пробежать по такой большой тине, как работа темы льда с командой. Спойлер, на самом курсе под это отведен целый блок из нескольких занятий. Я познакомлю в двух словах с командой курса, с преподавателями курса. Поговорим о программной курсе. И в качестве бонуса коллеги из ОТУСа подготовили карьерную информацию о том, что хотят работодатели и что они взамен нам готовы предложить, поскольку за талант нужно платить поддельно инфраиспуранту, не надо сняться этого требования. Правила вебинара. Этот слайд, это как и паста с вебинара, который у нас происходит в ОТУСе. Активные участия. Задаем вопросы в чат. Вопросы в чате вижу, но могу ответить не сразу. Дело в том, что сейчас в том формате, в котором мы с вами проводим встречу, он мало подходит для интерактива. Ну, согласитесь. Пока я что-то скажу, пока это транслирует YouTube, пока вы воспримите, расформулируете вопрос, пока вы напечатаете в чате ответ, займет время. И чтобы издержать пауз, я настоятельно вас прошу, не стесняйтесь писать вопросы в чат сразу же. Я буду делать паузу на то, чтобы ответить. Пусть даже вернуться на слайд, на два, на три, на завтра, сколько это будет нужно. А будут такие разделительные слайды на то, чтобы я это сделал как-то, не изменив целостности нашей с вами встречи. Но в нормальных условиях, в условиях курса ОТУСа, это зум-звонок, где в реал-тайме можно задавать вопросы, получать на них ответы, дискутировать как с преподавателем, это крайне приветствуется на самом деле, и с коллегами студенты, потому что зачастую студенты начинают накидывать, скажем так, какие-то конкретные примеры, вот как то-то, то-то, то-то реализовано у них, как это у них работает, либо не работает, и тут же задаются вопросы, обсуждаются то, как с этим можно побороться. Итак, несколько слов о том, что такое ОТУС. Вот вы видите, у меня на заднике гордый логотип, даже логотипы. ОТУС на рынке ни в год, ни в два. Он действительно специализируется на обучении IT-специалистов. Я знаком со многими преподавателями ОТУСа, и что хочется отметить в ОТУСе, в отличие от других каких-то онлайн-курсов, онлайн-школ, дело в том, что ведут занятия, то есть преподавателями не являются профессиональные педагоги. Все преподаватели – это исключительно практикующие специалисты. Педагоги, на самом деле, педагоги-методисты, они присутствуют, но они присутствуют незримо. Это те люди, которые нам помогают структурировать наши курсы. Лучше организовать подачу, какие-то тестовые прогоны, вплоть до того, чтобы помочь как-то хронометраж выстроить, чтобы не вылезали за пределы нужного хронометража. Все серьезно, все официально. У ОТУСа есть образовательная лицензия, и помимо сертификата можно получить удостоверение, вполне себе официальное, о профессиональной переподготовке. Ну и опять же, поскольку многие студенты проходят этот курс за свой счет, и поскольку это образовательные расходы, можно получить налоговую вычетку. Если вы зайдете на страничку ОТУСа, то вы увидите там на самом деле море разливанное, даже не самих курсов, а разделов. То есть там от программирования до управления, от геймдева до аналитики, информационная безопасность, дата-сайенс, которая сейчас достаточно интенсивно развивается. Там много различных направлений и много различных уровней. То есть вы видите, в оранжевую шрифтуру отмечено, что от джуниора до лета все можно поднять, прокачать свои скиллы. Прошу прощения, немножко простудился. Буду брать тайм-аут, но прокашляться. Вот. То есть для себя всегда можно что-то найти интересное. Несколько циферок. Я сделал еще один дисклеймер. Дело в том, что всеми силами на ОТУСе мы издвигаем форматы так называемой караоке-презентации. То есть, ну, знаете, наверняка сталкивается. Тем, что некоторые выступающие просто вот зачитывают слово в слово то, что есть на экране. По моему глубочайшему убеждению, это неуважение к аудитории, поскольку мы полагаем, что те, кто собрались на этой встрече, умеют читать и в случае чего смогут это прочесть и сделать для себя какие-то выводы. Да, большое количество курсов. Да, большое количество преподавателей. Причем отдельно остановимся на том, что преподаватели. Мы занимаемся тем, чтобы подтягивать к себе новых людей, профессионалов, которые готовы поделиться своим опытом. Причем в ряде случаев тянем из-за того, что опыт какой-то специфичный, какой-то вот яркий, который какой-то неординарный, который вот кроме этого человека вряд ли кто-то сможет рассказать. Как я говорил, не первый год на самом деле ОТУС занимается образовательной деятельностью. Количество выпускников и количество участников комьюнити извольте видеть, все на экранах. Итак, сейчас перейдем к делу. Я от всей души постараюсь провести занятия так, чтобы не было позывов лишь дремнуть. Но опять-таки очень рассчитываю на то, что будут какие-то вопросы, будет какая-то обратная связь в чате, чтобы не уснул я. Ну что ж, к делу. Поговорим мы на самом деле о трех таких блочках. Мы определимся с тем, как нам формулировать требования к будущим коллегам, к кандидатам. То есть поговорим о подборе. Поговорим о том, как обучаем и оцениваем. И коснемся вскользь такой методы, как SMART, постановки задач. Если вдруг кто-то сталкивался с методой SMART, плюс они тихчат, чтобы мне было понятно, насколько подробно нужно остановиться на этой конкретной теме. Отчего ради мы вообще взялись за то, чтобы сделать целый блок, даже не занятие, а блок в нашем курсе, посвященное работе темблюда с командой? Ну, не секрет, что в принципе это работа HR. Но не везде, не всегда у подразделений есть такая роскошь, как выделенный HR. У подразделений поддержки, как у подразделений, которые в большинстве случаев рассматриваются как дотационного, это просто единичный случай, как в моей практике, так и, наверное, в вашей. Но, тем не менее, никто не отменяет того, что какую-то часть работы с персоналом приходится вести самостоятельно. Дело в том, что HR, профессиональный HR, он видит эту материю, ну, если угодно, то как бы непонтрезно звучало с точки зрения науки. Потому что у этого человека пять лет профильного образования, у него профильный опыт. Он проходил специализированный, какие-то дополнительные курсы подготовки. Он вращается в профессиональном сообществе, и там обменивается информацией, получает какие-то новые интересные данные оттуда. У нас, к сожалению, такого бэкграунда нет, но это наша работа. Мы смотрим, будем смотреть на это с точки зрения ремесла. То есть вот у нас есть какой-то фронт работ, который надо бы сделать хорошо. Зафокусим тогда такую материю, как требование к кандидату. Не вдаваясь в подробности, тут все очень хорошо раскладывается, все очень упрощает задачу. Если мы определим требования, разделим требования на две кучки, мы очень любим систематизировать все, мы очень любим давать структурки. И если раздать требования на обязательные и желательные, жизнь станет проще. Дисклеймер насчет всего курса. Мы не претендуем на то, что даем какие-то универсальные рецепты, которые будут работать всегда и везде. Но мы даем какие-то общие структуры, общие какие-то подходы, которые можно будет адаптировать к каждому конкретному случаю. И, собственно, чем мы занимаемся со студентами на наших занятиях, это мы адаптируем эти фреймворки, если угодно, к конкретным случаям, к конкретным бизнесам. Итак, слово «капитан». Капитан считает, что обязательные требования – это те, которые позволят человеку приступить к работе прямо сейчас. А желательные – это все остальное. В первом приближении логично. В поле чем. А вот теперь я, пожалуй, расскажу конкретный пример. Дело в том, что я работал в одной компании, которая выходила на канадский рынок. А там есть такая вещь, как франкофоны. Это франко-канадцы, которые крайне не любят переходить на английский язык. Они будут до последнего утверждать, что плохо понимать английский говорить. И тут мне понадобился человек, который смог бы делать запросы в базу данных на SQL-подобном языке и их интерпретировать и общаться с клиентами. И тут мы пришли к тому, что простеньким набором, простеньким запросом в SQL, простеньким селектом, я за пару недель человека смогу обучить. А в французском за пару недель я обучить не смогу. Таким образом, у нас трансформировалось обязательное требование в французский язык, хотя казалось бы, на поверхности сначала техническая часть, а SQL отошел на второй план. Ну, то есть, как бы, есть варианты. Есть варианты. Описание вакансии, ох, это достаточно тоже большая творческая тема, которой посвящен большой кусок от занятия, которое выделено именно под вопросы подбора, ну, стандартное, что мы видим, если мы откроем там Хантер, еще какие-то другие ресурсы, где у нас размещаются вакансии, описание кампании, какие-то обязанности, требования к кандидату, компенсационный пакет, ну, опять же, есть материальная компенсация, есть нематериальная. То есть, какие-то скидки, какие-то бенефиции, которые, ну, бесплатной проездной компенсации, мобильного телефона и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже, на самом деле, материальная, но не прямая материальная компенсация. И чаще всего тут же происходит какое-то распрушение хвоста про молодую, динамическую, развивающуюся компанию и прочее, прочее, прочее. Вот, предположим, мы сформировали, прошу прощения, мы сформировали описание вакансии, и, 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 вот мы готовы опубликовать, но перед тем, как опубликовать, крайне желательно посмотреть по сторонам, а что же такое есть у конкурентов? Не проседаем ли мы? Не проседаем ли мы по уровню заработной платы? То есть, вот, да, просто представить, что вот есть вакансия наша, вакансия кого-то еще, и просто сравнивать, где мы выигрываем, где мы проигрываем. Значит, после размещения объявления, опять-таки, мы продолжаем наблюдение за тем, что происходит, где мы разнестили объявления, мы следим за потоком, мы регулярно обновляем, или, по крайней мере, подтягиваем в топ, и смотрим по сторонам. Вот, я хочу привести в пример, я, можно сказать, начинал свою карьеру в информационных технологиях в компании Paragon Software. Не знаю, может, слышали про нее. Дело в том, что она была расквартирована, там был офис в городе Долгопрудном, и неподалеку оттуда, в черте города Москвы, и там дело в том, что было очень много стартовых вакансий, и компания гонялась за молодыми талантами. Молодых талантов эта компания ловила в физтехе, физико-техническом институте, и там большее количество удачных кандидатов, причем не только на такую должность, как поддержка, но и на того, как сейчас называют джуннальной разработки, на какие-то стартовые позиции очень много людей приходило, когда вот на борду института просто вешали бумажное объявление, и они попадали в поле зрения студентов. Это работало очень замечательно, очень хорошо, и, собственно, вот зачем я это рассказываю? Для того, чтобы подсветить, что на headhunter.ru жизнь не заканчивается, она есть, и за его пределами. Значит, я не буду гублировать всю ту массу рекомендаций, которые, как проводить интервью, значит, потому что на самом курсе есть отдельное большое-большое занятие, я лишь подсвечу то, что тут крайне желательно, поскольку вы руководитель, обращать внимание на то, а сработается ли кандидат, сработается ли этот человек с остальными коллегами. Я, к сожалению, на эти грабли как-то раз наступил, я не обратил внимания на то, что, ну, вот просто вот по темпераменту было видно, что человек очень отличается от остальной команды, и он особенно вот от одного из ведущих специалистов, и вот с ними они через достаточно короткий период стали как кошка с собакой. У меня тогда была роскошь того, что можно было развести этих людей по разным проектам, и они просто друг с другом контачили меньше, чем обычно, но, тем не менее, я считаю, что вот это мне был щелчок бонусу. Еще есть такая вещь, это кто-то считает рудиментом, кто-то использует до сих пор, стресс-интервью, третий пункт. Что это за завелек? Это у нас, если совсем коротко, это когда соискатель, человек, который собеседуется, ставится в некомфортные условия. В чем это выражается? Это загоняется темп интервью, интервью постоянно что-то отвлекается, постоянно кто-то заходит, интервью перебивает кандидата. Значит, из плюсов это было в моде, в большой моде, не скажу, что достаточно давно, но несколько лет назад для проверки стресс-то устойчивости кандидата, но тут есть такая неприятная вещь, что кандидат может экстраполировать вот этот негативный опыт на всю компанию, в которой предстоит работать. И даже если в конце вы сказали, что приносим извинения, на самом деле у нас так не работает, у нас так не принято, мы просто смотрели, насколько вы хорошо или плохо себя проявляете. человеку может это очень сильно не понравится, он может развернуться и уйти. Так, появились вопросы. Татьяна спрашивает, можно ли считать групповое собеседование стрессом? Ну, смотрите, по определению, поскольку это вводит человека из какого-то комфортного состояния, когда беседа на одного человека, на двух, и когда против него целый упор сидит, это да, это скорее некоторый стресс. Вопрос, Андрей, является ли техническая часть стрессовой для кандидата? Зависит от того, как провести. Можно смотреть, как человек пишет те же самые скринь запросы, пишет какой-то перевод текста, который вы хотите, чтобы он сформулировал на истином сторонном языке вежливо. Если постоянно передавать его, сбивать с толку, то это станет стрессом. Но все-таки желательно не мешать одно с другим, посмотреть отдельно профессиональные компетенции, технической компетенции и какие-то его личностные качества. Что еще можно отметить? Это дело в том, что поскольку мы говорим о работе в поддержке, то тут играет роль то, что у нас достаточно низкий входной порог. Мы не требуем обычно много, мы не можем требовать большого количества лет профильного опыта, хотя в некоторых случаях, когда мы говорим о третьей линии, о второй линии, когда уже требуется технический бэкграунд, мы можем это спросить. Но если мы усредним по сравнению с другими отделовыми департаментами, то в поддержке, как правило, таких требований жестких к опыту, к серьезным хит-скиллам, они значительно ниже. И тут мы ожидаем, что из-за этого у нас будет хороший поток резюме. мы можем будем капризничать насчет кандидатов, поскольку нам, помимо всего прочего, еще требуется человек для нашей команды. И вот тут опять-таки сомнения следует трактовать не в пользу кандидата. Не нужно стесняться этого делать и не нужно стесняться транслировать это коллегам из HR, чтобы избежать недопонимания. Так, а что у вас? Это какой-то слайд-разделитель для того, чтобы можно было ответить на вопросы. Но вопросы, я, кажется, уже все хватил, которые были. Если вдруг появятся какие-то дополнительные, пишите. Пишите. В отусе считается дурным тоном не ответить на вопрос в чате. Пользуйтесь. Поговорим про такую материю, как учебные материалы. Так сложилось, что где-то в большинстве компаний, в которых мне доводилось приходить только на работу, только, пожалуй, несколько последних имели развитую, хорошую документацию, хорошие учебные материалы, как какой-то старт-комплект, как какие-то последующие внутренние базы знаний, которые помогали находить нужные ответы. Значит, при подъеме этого из руин чаще всего наталкиваешься на то, что, ну, слушай, куда ты пошел. Мы это пробовали 10 раз, 100 раз, 500 раз. Каждый раз это как-то начиналось бодренько и потом затухало. Значит, да, тяжело стартовать, реанимировать, но, 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 но дело в том, что, как мне удавалось и удается до сих пор уговаривать коллег, каких-то сеньеров, каких-то разработчиков, каких-то лидов технических на то, чтобы проводить КСС, КСС тут Knowledge Sharing Session, это какая-то сессия на то, чтобы поделиться знанием, сделать это под запись, сделать это под конспект, уговорить то, что вот мы это положим у нас в конфлиенсе, чтобы люди ознакомились. Я не стесняюсь говорить, что послушай, мы все равно к тебе будем приходить с этим для вопроса. Вот расскажи это один раз. Один раз вот сюда, под запись, мы это законспектируем, мы это вынесем. Да, конечно, у нас информация изменчивая, и потом мы это будем подтягивать в комментариях, что вот это на самом деле сейчас так, это так, это так, это так. Может быть, через год я к тебе еще раз приду, попрошу еще раз начитать, но вот сравни, раз в год и раз в месяц. Секономить свое время. Кроме того, я делегирую власту побеждать, когда я понял, что у меня вот что-то перестает хватать времени на хорошее наполнение базы знаний, я нашел, вернее, обратил внимание на коллегу, которая вот была интересная, которая очень любила там писать в социальных сетках, она гналась за лайками, и тут вот сработало вот это то, что она стала получать лайки в конфлюенсе, и вот у нее, что называется, вот крылья за стыной выросли, и она помчалась, она стала вот очень активно наполнять базу знаний, потом она компания была крупной, там был действительно целый департамент, который заведовал управлением знаниями, она ушла туда, и счастлива. Вопрос от Андрея. В этом курсе мы затрагиваем тонкости работы руководителя всех линии поддержки, или же какой-то определенной. Смотрите, мы стараемся хватить как можно больше вариантов, которые есть для того, чтобы это не было сюрпризом для студентов, если вдруг происходит изменение в компании, компания переживает рост, появляются дополнительные линии поддержки, либо, ну что грех отойти, дело в том, что никто на одном месте постоянно не работает, и для того, чтобы снилить место, нужно представление о других структурах. Поэтому, Андрей, на курсе мы рассматриваем все линии, которые есть, под это подведены отдельные занятия и есть разграничения. Вопрос от Михаила. Если сотрудник не хочет делиться знаниями, хочет чувствовать себя уникальным и незаменимым. Так, я вот тут должен надеть фуражку с якорем, дубовым и оливкой веточку на козырике капитана и сказать, что это плохо. Чуть-чуть попозже мы рассмотрим такую табличку, которая помогает нам вычленить баз-фактор. Если сотрудник не желает делиться знаниями, это плохой сотрудник, и надо попытаться найти эти знания в обход его, если он ни в какую не хочет. Если не привлекают ни деньги власти, ни слава, и он не хочет делиться этими знаниями, значит, надо попытаться найти их где-нибудь еще. В противном случае, скажу просто, потеря этого сотрудника может нас поставить в крайне неприятное положение. Об этом буквально несколькими слайдами позже я оговорюсь. Учебные материалы я, по-моему, слышал на одной из популярных лекций Алексея Кузнецова по истории. Он рассказал такой исторический анекдот про присяжного поверенного времен начала прошлого века, когда вскоре после революционных событий его начали аттестовать на то, насколько он хороший юрист. И вот к нему молодой аттестующий приставит и говорит, а вот скажите, что написано в части такой-то статьи такого-то кодекса? Юрист, честно говоря, знает, я не знаю. Ну как же, товарищ адвокат, придет к вам трудящий с вопросом, как вы ему будете отвечать? Говорит, ну как, вот я подойду к шкафу, достану кодекс, открою его и зачитаю трудящему все его права. Ну так и я могу. И убийственный ответ. Нет, молодой человек, вы подойдете не к тому шкафу. Так вот, нам важно знать, где узнать. Нам важно понимать, в каком шкафу что находится. И именно вот это у нас и тоже одна из наших задач, показать, где можно найти. Практически все занятия подкреплены какими-то ссылками на дополнительные внешние материалы, где можно почитать дополнительные данные по той или иной материи. еще раз приношу извинения за вокал, мне время от времени придется прокашляться. Какой еще один хороший побочный эффект мы получаем от развитой базы знаний, внутренней базы знаний, мы сейчас говорим про базу знаний, которая для нас, для нашей команды, которая внутри компании. это хорошая часть адаптационного плана, чтобы человек можно было сказать, ты должен знать вот это, 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 вот у нас какой-то базовый курс, который ты должен освоить. Значит, в качестве антипримера в одной из компаний я видел, что адаптационный план, он там назывался адплан, сокращенно, вскоре его пришлось тренировать в адский план, поскольку там все можно было прокатовать, бог знает как. А именно, в чем у нас лавутская формулировка, вот как мы оцениваем, вот в адском плане было написано, уметь пользоваться инструментом X, прекрасно, но кое-чего не хватает, а вот если мы скажем, что уметь с помощью инструмента X сделать Y становится понятнее, согласитесь. Почувствуйте разницу, то есть в адаптационном плане вот именно нужно говорить, что именно человек должен иметь, для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы человек сам понимал, где он буксует, что нужно подтянуть. Но опять-таки к какому шкафу идти, это тоже необходимо. небольшой, такой коротенький хинт, совет, то, чем я очень люблю пользоваться, после того, как человек проходит испытательный срок, я ему запрещаю задавать вопрос, а вот что мне делать в такой-то ситуации. Вопрос должен звучать следующим образом. сложилась такая-то ситуация, и я хочу поступить так-то и так-то. Мотивируем мы это тем, что человек уже прошел испытательный срок, что у него есть голова на плечах, он это доказал, и что наверняка у него по крайней мере версия правильного ответа у него есть. Так что пусть он сначала изложит, пусть приложит какие-то усилия, и вот дело в том, что это очень на самом деле как бы она просто, как бы она не банально звучала, но эта вещь с точки зрения развития человека, она действует очень хорошо, очень эффективно и достаточно быстро. Ну, опять-таки почувствуйте разницу в вопросе. Так, что у вас это слайд и разделитель. Так, я на все вопросы, кажется, ответил. Коснемся такой вещи, как метода SMART. Слышали про нее? Не слышали? Так, опять-таки с небольшим гапом пришел вопрос. Татьяна, пожалуйста, уточните вторым вариантом, чего злоупотребляет сотрудник. Дело в том, что метода SMART очень хорошо работает для постановки задач. Ну, это аббревиатура, которая подразумевает, что задача должна быть конкретной, результаты должны быть измеримы, результаты должны быть достижимы, они должны быть, ну, релевант уместность, но тут все-таки это, да, несколько многословно не влезет на слайд, но это какой-то эффект от задачи. Насколько эта задача практична, что она нам принесет, чтобы у человека не было ощущения, что он делает работу в стол. Ну, и таймбаунд это ограниченность во времени, должны быть сроки. В качестве варианта, ну, вот такие вот намного буллитов слайды, они время от времени у нас на курсе попадаются, тут я должен сразу же чуть-чуть задрюгу вперед, вам позволю прочитать самостоятельно, чтобы не устраивать здесь караоке, дело в том, что по окончании каждого занятия у студента в личном кабинете остается на долгую добрую память материалы с каждого из занятий. Это вот эта презентация, которая прилагается к занятию как основной материал, и видео, вебинары, которые проходят со всеми вопросами, со всеми ответами. В некоторых случаях, когда интенсивно используется чат, прилагается еще и запись чата. Раньше мы прилагали, делали видео доступные для загрузки, но нас начали настолько интенсивно опиратить, что руководство ОТОСа достаточно быстро пришло к выводу, что нет, так неинтересно. Тем временем я отыграю роль конферансье, отвечу на вопрос Татьяны, она разговаривала, что делает, когда сотрудник приходит за подтверждением каждого своего действия. Так, но тут, судя по всему, сотрудник либо в чем-то не уверен, либо он хочет засветиться по части предсветывающего руководства, смотрите, что я, что я делаю. Тут надо понять, что именно, какой из этих вариантов наиболее похож на то, что происходит, и сделать выводы. если вдруг действительно человек проявляет неуверенность, то тут это повод для разговора, для того, чтобы сказать, что попробовать донести, аккуратно донести до человека, кругом все-таки люди, мы должны как-то относиться к ним тоже по-человечески, и сказать, что тут, кажется, не хватает самостоятельности, нужно понять, в чем дело. Откуда эта неуверенность? Неуверенность в своих знаниях? Дело в том, что дополнительные консультации, привлечение дополнительного ресурса там, где это не требуется, это удорожает работу сотрудника, чисто с такой точки зрения, и надо постараться донести до человека то, что эффективность очень сильно завязана самостоятельности. Андрей, ты что? Разве это не означает так же, что сотруднику не хватает нужной компетенции? Андрей, вот приблизительно то, что я сказал, может означать, может означать, а может означать, что человек чего-то не понимает, может означать, что человек понимает, но не уверен, может означать, что человек понимает, уверен, но просто хочет лишний раз попасться на глаза. Ну, вот это то, что вот я встречал в своей практике чаще всего, возможно, какие-то дополнительные варианты. что касается синг с командой значит методом пробок и ошибок после многих лет я пришел к выводу что тут требуется и какой-то синг команды я это проводил раз в неделю проводил провожу и собираюсь дальше проводить раз в неделю и раз в неделю один на один с каждым из сотрудников значит тут тоже по капитанию скажу что вот еженедельный консилиум это какие-то общие объявления какие-то новости компании которые быть может до каждого сотрудника по той причине не стали доводить какие-то мероприятия может быть которые мы сами хотим провести среди компании какой-то ну высший бюджет на тимбилдинг можем сходить на бильярд условно еженедельно один на один проводится для того чтобы но я вам рассказываю что есть вопросы которые люди не хотят не могут вводить на один на один предположим что-то изменилось в жизни требуется изменение в графике а предположим он хочет поговорить пересмотре ставок такое обычно на всю ивановскую там на весь коллектив не распространяются вот это вот хороший хороший хорошая площадка для таких разговоров но кроме того ну уверен что все в курсе простую истину что похвалить лучше перед всеми а сделать замечание за исключением того что произошло что-то критично и что что-то уже вот очень очень нехорошее а замечание лучше сделать один на день так андрей татьяна подтвердили что ответ на вопросы получено так но задам вопрос не думали к нам на курс записаться у нас на все вопросы отличается гораздо оперативнее так вот значит смотрите тут от михаила был вопрос насчет того что про сотрудника который не хочет делиться компетенциями есть целое занятие которое веду я вот тут вот я буквально пару слайдиков и просто закину потому что время у нас ограничено и хочется очень сильно растекаться мыслью по древу с учетом того что все таки день предвыходной там наверняка некоторые уже на низком старте а то чтобы начать выходные а значит а я приведу в качестве примера компании которая занималась программатика то есть это продажа рекламных мест на сайте ну то есть когда-то давным-давно в замшелы время было круто привить гвоздями к сайту x вот ну какой-нибудь ну скажем баннер коммерсант или какой-то крупный биржи или там какого-то банка то есть показать там кому-то вот смотрите вот мне на сайте вон кто рекламируется сейчас они практически все по-другому браузеры они следят с разной степенью бессовестности и они обычно знают пол приблизительный возраст откуда мы ну может чем интересовались раньше в соответствии с этим как происходит вы заходите на сайт и пока сайт прогружается вместе с его содержанием погружается называемый от слоты то есть такие вот облачки которые зарезервированы под рекламу пока они грузятся сайт говорит господа вот у нас такой-то такой-то человек с такими такими данными оттуда такой-то такой-то возраст такой-то такой-то хотите показать рекламу и дальше происходит аукцион все это происходит очень быстро пока грузится страница и собственно происходит аукцион и в ряде случаев то и вернее показывается реклама которая более подходит а и вот мэровой я верховодил поддержкой вот той компании которая занимается этим бизнесом и у нас был ряд задач они все в левом столбце но обязательно на русский следующий раз значит общая диагностика диагностика делового трафика то есть там где уже была заключена какая-то сделка между ресурсами кем-то еще там приоритетная продажа слотов было мы утащили у коллег у девопсов мониторинг ключевых метрик при деплоях и от тестирования новых интеграций новых партнеров которые к нам пришли дальше у нас есть некоторое количество инструментов и мы посмотрели какой инструмент нужен для каждой вот из этих вот задач то есть мы потихоньку подтягиваем к тому владение какими компетенциями требуется для того чтобы выполнять те или другие задачи и давайте посмотрим ну так сложилось что у нас коллеги были следующий бэтмен джокер флэш иванов и так значит что и что юслайсер это оба данных графит юслайсер смотрит исторические данные графит смотрит данные в реальном времени биквери это наши большие логи графана это большое количество графиков опять же в реальном времени и что-то что можно сделать в обменском уае для того чтобы изменить текущее положение дел и и и ну вот потом мы начали все это растаскивать и вот ну мы условились на то что вот два балла это у нас ставится за то что человек эксперт может научить другого единичку мы ставим за то что владеет инструментом ну а нет значит пока не владеет во всяком случае пока и дальше мы все это растащили и посмотрели как у нас все это выглядит а вот здесь вот разбита манипуляции но 3 4 вот и и и а вот тут серенький подкрашено то что для той или иной сферы деятельности не обязательно давайте посмотреть давайте смотреть вот условно вот тут красным подсвечен джокер и есть за что потому что смотрите он у нас может заниматься общей диагностикой он у нас может заниматься диагностикой зилового трафика и он у нас практически может мониторить диплоем если его подтянут по графане графане его может подтянуть наш эксперт флэш замечательно универсальный солдат делает все вообще все практически но вообще известно что наш друг джокер очень эксцентрично проводит свободное время и и простите за тавтологию вопрос времени когда он сядет на пожизненное либо его тот же сам бэтмен не грохли где-нибудь в темных коридорах годом что у нас тогда произойдет вот предположим от джокер утол так ну ладно общую диагностику нас может подхватить бэтмен хорошо тут более менее а вот диагностика делового трафика то нас получается что провал прямо здесь и сейчас никто подхватить не сможет хуже того мы видим что у нас эксперта по йорке кроме джокера и нет очень плохо дальше а что у нас с диплоем и ну диплой у нас может хватить тот же самый флэш ладно ближе всего к тому чтобы подхватить мониторинг вот диагностику делового трафика у нас иванов его нужно по графиту лишь подцепить это сможет сделать флэш ну и бэтмен тоже но вообще вот если посмотреть у нас очень печально нас под и квери экспертов нет с двоечкой никого вот собственно если чуть-чуть углубиться то мы приходим к тому что вы наверняка слышали такой термин как бас-фактор термин это такой полушутливый но на самом деле он говорит такой серьезной вещи как ну если дословно то предположим есть безумный автобус который сбивает вашего сотрудника вот сколько сотрудников ваших должен сбить от автобуса для того чтобы вас один из секторов стал колом задача оказалась под угрозой и чем меньше значение этого бас-фактора бас-фактора единичка это означает что очень много компетенции в секторе на одном единственном человеке вас фактор один это плохо это надо всячески избегать так михаил это затрагивает в том числе вашу проблему если сотрудник не хочет делиться знаниями если совсем коротко это опасно кроме того смотрите вот такие вещи как вот такая вот матрица компетенции она очень хорошо нам было позволяет делать ревью это оценить насколько хорошо человек выполняет тот или иной ползадача по сути дела опять таки позволю вам прочесть эту длинную длинную вещь а это опрос это опрос наших коллег наших сотрудников а как вы считаете тут или иной а наш сотрудник тот или иной джокер справляется со своими обязанностями это по науке поговорим про ремесло совсем просто опрос самой команды опрос коллег которые с нашей командой коммуницируют наших внутренних команд еще раз подчеркиваю не клиентов как это проходит кто нам понадобится нам понадобится все-таки и чар человек который бы задокументировал результаты нашей встречи в качестве шутейки обычно добавляем что и нотариус или рефери как пойдет если возникнет достаточно жесткая дискуссия а так отскочил а значит большая ошибка которая происходит в больших корпорациях большая ошибка в больших корпорациях когда предлагает заполнить опросную форму и никак не модифицируя текста и и показывают сотрудники дело в том что люди работают друг другу достаточно давно знают характерные черты речи и ошибок которые которые допускает каждый из коллег и очень легко вычисляется кто обо мне что написал вот надо стараться хотя бы хоть как-то это не дефицитовать а значит спросить как он сам оценивать свою работу тут обычно предлагается заполнить это за вы селфоцессмент форм полную форму самооценки то есть где-то мы оценили где-то коллеги оценили где-то он сам себе оценил и просто встречи ставим новые задачи на новый период перформанс ревью это у нас вещь периодично где-то раз в год где-то раз в полгода в той компании про который рассказывал где у нас был бэтмен джокер иванов я проводил раз в три месяца поскольку длинных задач у нас не было и вот какие-то короткие более короткие промежутки мы договаривались что и как происходит дальше да конечно есть море деталек которые море хинтов которые рекомендуются иметь в виду отдельный кабинет нежелательно потому что можно было видеть настрой команды рассмотрим такую вещь отдельно как что делать если коллега допустил ошибку на глазах у изумленной публики поговорим о такой вещи как положительное отрицание отрицательная конкуренция ну то есть положительно это я буду делать лучше чем конкурент отрицательного название я не позволю своему конкуренту сделать лучше когда вот вторую часть нужно решительно решительные пресекать а про виды споров про то какие споры конструктивные какие нет тоже отдельно поговорим а такая интересная вещь была. Работал я в одной небогатой компанией, где корпоративов не было и не предвиделось. И я, новогодний корпоратив среди компаний, провёл мы. Мы рубились в сезон «Диабол 3». Вопрос от Андрея. Для чего эта ревью необходима? Это очень хороший и правильный вопрос. Чтобы что? Значит, для того, чтобы оценить результаты, поставить цели на следующий период и перформанс ревью это предсеча селл ревью. А именно пересмотр ставок, пересмотр заработной платы. Значит, тут же при постановке цели оговаривается. Для чего это? Для того, чтобы ты получил следующий грейд. Для того, чтобы ты был мидл-специалистом, стал синьером. Для того, чтобы мы пересмотрели твою заработную плату. Для того, чтобы мы смогли тебя привлечь, скажем, вот, когда ты станешь, находишь экспертизу в каком-то инструменте, мы смогли тебя сделать наставником компании. То есть, ты будешь меньше работать руками и больше присматривать, больше супервайзер, больше, опять-таки, наставник. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Так, ну и мы говорим о полном цикле. Мы поговорили о том, как мы выбираем людей, как мы развиваем их. Ну и, как и говорил, постоянно на одном месте мало кто работает. И время от времени приходится прощаться. в идеальном виде, конечно, это повышение, это перевод внутри компании, смена компаний не приветствуется. Ну как, тут нужно держать в уме то, что получается, что вы подготовили сотрудника для куда-то и для чего-то еще. Ну, есть, конечно, такие случаи, когда человек достиг своего потолка в компании, и просто нет тех должностей, которые вы можете предложить. Но, повторюсь, крайне желательно, чтобы мы обучали и развивали людей для себя. Так, Андрей, кажется, вот да, 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 вот индивидуальный план, нет, ИПР это все-таки индивидуальный план развития, не работа развития. А так, да, спасибо за это. В идеальном мире экзит интервью должен выглядеть как, ну, мне как Project Ludo, очень близка тема ретроспектива, ну, это микро-ретроспектива и есть. То есть, для того, чтобы выяснить, я начну с конца, вот типичность фотофор, красный, желтый, зеленый. Что прекращаем, что продолжаем, что пытаемся внедрить. Для этого мы должны спросить у человека, что понравилось, что нет, были ли какие-нибудь, есть ли что-нибудь, ну, даже теоретически такое, что могло бы не заставить, но заставить его, по крайней мере, задуматься о том, чтобы остаться, и что привлектовывать в другой компании, чтобы понять, где мы, где нас уделали. Ну, и опять-таки, причины, у меня один знакомый, он яростный адетт, той идеи, что зачисляют людей по профессиональному признаку, расстаются по личному. Ну, да, но нет, потому что, да, часто встречается то, что по каким-то личным причинам человек уходит, ну, допустим, вот все уже видеть не может эту отрасль. Возможно, возможно, что-то, ну, как-то сломалось в общении с руководством, но это надо как-то, вреду трекать, и трекать достаточно регулярно, чтобы этого не было. Но, тем не менее, такое мнение есть, и в некоторых случаях действительно, действительно, это у нас какие-то личные причины, и при общении на экзит-интервью делаем поправку на моральное состояние коллеги, с которым мы собираемся проститься. Так, отчаянная попытка объять необъятную у нас закончилась спустя практически час после начала нашей с вами встречи, сейчас я должен познакомить вас с командой и программой курса. Пожалуйста, не отключайтесь, потому что вот тут будет достаточно приземленные вещи, а именно что, кроме работы с коллегами, будет рассмотрено. Значит, как происходит процесс обучения? Вот это стандартный слайд, оно проходит онлайн по вечерам или в выходные дни? Нет, в выходные дни мы стараемся его не проводить, в выходные дни люди проводят с семьями. Значит, мы проводим все в вечернее время, стараемся проводить вот так, как мы с вами начали, в 20 часов, потому что это позволяет ну как-то уже прийти домой, выдохнуть, там быстро что-то перекусить, там кормить кошку, погладить кошку и взять карандаш и посмотреть, что происходит на экране. Как я уже сказал, что материалы сохраняются в личном кабинете, все, кроме собственной видеозаписи, оно доступно для загрузки. Есть домашние задания, они где-то ну, с частотой одно в три, в четыре занятия, эти домашние задания, они имеют практическую роль, практическую пользу, потому что чаще всего мы предлагаем что-то создать на основании вашего собственного опыта применительно к вашим реалиям. То есть это может быть, ну вот, то, что показывает такая вот некая подобная матрица компетенции про Джокера, Флэша, и же с ними два нового. Вот, составить разбор инцидента, это то, что вот останется с вами, это то, где вы оттачивали свой навык, то, где вы применили знания теоретически полученные на занятии и то, что поможет в будущем. Значит, можно и нужно задавать преподавателю вопросы по материалам, не стесняйтесь, заставлять нас отрабатывать свой хлеб. Значит, время на обучение это порядка четырех академических часов в неделю, то есть, у нас обычно все разливается по вторникам и четвергам, ну, начало курса у нас будет таким лайтовеньким, мы потихоньку будем вкатываться, будет одно занятие в неделю, не всегда два академических часа, там, где вдруг вопросов нет, ну, нет смысла там разливать воду и проще проститься студентам. Значит, да, очень важная вещь, вот самый последний кусочек, это дело в том, что курс не забетонирован. Я чуть-чуть попозже остановлюсь на том, откуда есть берутся, хотя чего тянуть? Дело в том, что у нас курс не забетонирован, даже тот, который у нас стартанет в ближайшее время, перечень занятий, он, ну, не конечный, потому что, ну, мне не составит труда вспомнить курсы, где мы делали демозанятия по каким-то темам, которых у нас до того не было. Откуда они берутся? Это что-то новое на рынке. Это какие-то вот грабли, на которые кто-то наступил, кто-то на рынке, кто-то из преподавателей в своей практике, кто-то из студентов обозначил случай, который желательно было бы разобрать. Запросы студентов, вот, хочется послушать по такой теме, я остановлюсь на тех темах, которые появились именно с подачей студентов, и, ну, что грех отсоторить, это у нас то, что у нас проскакивает в описании к вакансии, в описании к вакансии наших работодателей. У нас несколько модулей, первый из которых основы. Первое занятие – это введение, где мы познакомимся. Второе занятие будет про классификацию клиентов. Тут, ну, секрет Палин Шинеля. Подход клиент всегда прав, безнадежно устареет. Клиент прав ровно на ту пользу, которую он нам приносит. Грубо, но правда, как говорил один такиный персонаж. Дальше. Софтскиллс. То, что появилось с подачи работодателей. Мы чуть-чуть подальше, когда начнем рассматривать те требования, которые сейчас есть на рынке, айтилл требует сейчас многие. Дальше. Мы поговорим о типичных и о типичных задачах поддержки и раздарем такую вещь, как посморка. Посмотрим у нас это разбор инцидента. Дальше. Проведем занятия по Knowledge Center Service. Это подходы к структурированию баз знаний. Поговорим о внутренней базе знаний, как их реанимировать, какие есть способы, методы, какие есть структуры. Следующий модуль это структура элемента поддержки. У нас айтилл выплеснулось в целых два занятия. Мы поговорим о каналах поддержки, о линиях поддержки. Отдельным занятием у нас появилось сравнительно недавно. Это общение саппорта и тестирование. Мы поговорим о тикеттрекинговых системах. Тут на самом деле у нас до сих пор продолжаются жаркие споры, как это занятие проводить. Дело в том, что когда мы рассматривали конкретные решения, то мы получали упреки в том, что, ребята, почему вы рекламируете одних и так гнобите других? И мы сейчас отошли от этого, мы рассматриваем некоторого сфенического коня, в вакууме, вернее, не сфенического коня, а что нам могут предложить эти решения, чего мы вправе требовать, как составлять какие-то требования, и как вести себя с продавцами, потому что эти ребята достаточно ушли. Третий модуль работы с командой. Это вот 8 занятий впихнуть в час, ну, сами понимаете, не получится. Значит, о чем поговорим? Подбор Customer Support и Customer Success, это вот два разных подхода к работе с пользователем, один реактивный, другой проактивный, и так далее, и так далее, и так далее. По каким метрикам они оцениваются, где одни, где другие, и, ну, часто бывает так, что они не разделяются, на самом деле, работают в одной структуре. Обучение и развитие один на один. Дальше. Одно из недавно появившихся занятий – это синдром совозванца для людей, которые недавно пришли на должность, и выгорание для тех, кто на должности очень давно. Мы поговорим об увольнении, очень важное занятие, для которого мы достаточно долго искали преподавателей, экспертов, это тонкость управления персоналом в законодательном аспекте. Потому что есть такая вещь, безобидная, есть такая организация с безобидным с видом названием трудовая инспекция, у которой есть санкции, ну, как, предупреждения. А вот второй вид санкций – это приостановка действия компании сроком до полугода. Вообще, полностью, действенность компании может быть парализована. Так, и вот сюда же мы положили, поскольку это больше прообщение с людьми, это урегулирование спорных ситуаций с клиентами. Дальше поговорим о циферках. Сюда мы вынесли работу колл-центра, то, как он оценивается. Дальше два занятия целых по метрикам, это про качество клиентского сервиса, это и еще одно занятие про доступность и затраты в работе поддержки. И целое отдельное занятие будет по матрице компетенции с практическим блоком и с домашним заданием, где вы сможете практиковаться самостоятельно в составлении именно этого артефакта. И последний модуль у нас будет проектный. В качестве проекта мы долго спорили и думали, что лучше сделать, и мы сошлись на том, что мы предложили нашим студентам сделать и провести некоторую презентацию. Чего-то, с чего они бы хотели показать руководству, как бы они хотели улучшить работу своей команды с помощью тех знаний, которые они брели у нас на курсе. Тут да, будут консультации, будет все остальное. Мы приведем примеры некоторых проектных работ. Дело в том, что многие студенты после этой презентации получили добро на какие-то преобразования и после успешного проведения он их получили пересмотр ставок и грейдов. Это важно. Так, ну, давайте подойдем к познакомлю вас с преподавателями курса. А как и занятие состав преподавателей у нас может расширяться, потому что ну, вот, если вдруг получается появляется возможность и у нас и окно у эксперта провести какое-то дополнительное занятие, мы обычно недолго думаем перед тем, как пригласить человека к нам на курсы для того, чтобы он нас что-то прочел. Прошу прощения. Так у нас появилось занятие по саппорту Куэй, так у нас появилось занятие по тонкостям работы темлида в правом астекте. То есть мы нашли звезд, с которыми я, кстати, познакомлю, они стали нашими преподавателями на постоянной основе, но все началось с демозанятий. Так, ну, про себя я уже рассказал, можно я больше не буду. Сергей Харитонов. Это наш эксперт по ITIL, который может рассказать по нему много чего интересного, как исторически, как это развивалось фреймворк, как он выглядит сейчас, и главное не стесняйтесь спрашивать его, а надо ли мне получать сертификацию. В ряде случаев работодателям достаточно просто знакомства. Галина Баранова, ну, она у нас не у нас, она в принципе уже достаточно давно операционный директор, успешно проработала в нескольких компаниях, и вот там, то, что касается метрик, ну, тут лучше эксперта я не встречал. Алексей Кирсанов и Андрей Волков у нас ведут занятия по работе с командой. Вот тут, на самом деле, что интересно, вот эти ребята даже близко не Чар, они технарии. И вот у них занятие проходит очень интересно. Любовь Данилова, я горжусь тем, что сумел и уговорить читать у нас курс по саппорту Куэй. Небольшое отступление. Любовь Данилова автор и долгое время руководила курсом по Куэй в Отусе. То есть, вот представляете, каких звезд удается привлекать Лилия Гельмудинова очень искали этого специалиста для того, чтобы она у нас прочла курс по работе колл-центра. Десять лет в карман не спрячешь и этот опыт, вернее, та совокупность опыта разных абсолютно организаций, где она оставила колл-центра, позволяет просто творить чудеса. Свитова Мария. Это человек, которого я подтянул к преподаванию сначала как по трудовому законодательству, потом синдром самозванца и выгорания и, в общем-то, такие вопросы, которыми где нужен человек, который очень долго, очень долго занимался именно такими вопросами. Поговорим про карьерную информацию. Время потихонечку у нас заканчивается, поэтому, чтобы не задерживать, постараюсь быть кратким. Что удалось поискам накопать? Значит, 544 вакансии. По состоянию мне эти данные прислали, по-моему, неделю, нет, 10 дней назад. 10 дней назад. Это, в принципе, температура в больнице, это не только Кэткантер, это и НТД, но и другие какие-то ресурсы, где, ребята, посмотрели. 544 в России. Почему не стали делать градацию в Москве регионы? Потому что сейчас, в принципе, это бессмысленно, с учетом того, насколько у нас процветает удаленная работа. Медиана за зарплаты ожиданий, что специалист поддержки 80, Медл 120, Синьер 250. Значит, от себя замечу, что специалист поддержки, руководитель службы поддержки с серьезными картоскиллами, там, где требуется знание каких-то серьезных ордовых материи, либо условных ордовых, таких, как понимание протокола OpenRTB, там может переваливать за 300 и приближаться к 400 тысячам рублей в месяц. Так, ну, извольте видеть, какие сочетания тут у нас есть и что предлагают, какие сочетания спроса и предложения. Значит, один из этого пока, во всяком случае, не трогаем. Насчет работы руководства команды у нас целая модуль про это. Опыт. Ну, дело наживное. Режим многозадачности, но это скорее какой-то ритуальный, где требуется везде. Так, ну, и опыт работы с системой технической поддержки пользователей, это то, что у нас в тике трекинговых системах. Смотрим дальше. Тут система ServiceDeck, то, что у нас вынесено в отдельное занятие. SLA, это то, что у нас в ITIL. Отчетность, мониторинг, управление ключевыми показателями, это про метрики. дальше. Без зарплаты, но тем не менее. Прошу прощения. Так, 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 так. Тут больше, во-первых, я вот советные опругаюсь, потому что зарплаты, есть такое общее описание суда приоттачили. Вот, вот тут техподдержка уже более-менее. Причина следственной связи, это, скорее всего, разбор инцидентов, то, что у нас будет в постмортами. ITIL, ITSM, это то, что господин Харитонов у нас ведет. Helpdesk, то, что у нас обязательно будет. Ну, дальше какие-то технические вещи, которые можно и подхватить. Снова ITIL, ITSM. Ну, вот, собственно, ITIL, ITSM у нас и всплыл после того, как мы поняли, что это пользуется популярностью среди преподавателей. Среди работодателей, простите. Значит, наш курс стартует новый поток 19 марта, еще не поздно. Если вдруг кто-то собирается его посидеть, пожалуйста, плюсаните, потому что, интересно, там, может, уже будущим студентам проявили интерес и некоторую проактивность на то, чтобы посмотреть, а с кем придется иметь дело. И дальше моя святая обязанность. Дело в том, что у нас после каждого, после каждой встречи, после каждого занятия мы просим студентов, посетителей заполнить вот такой опрос. Опрос в известной степени ритуальный, но там есть вещи, которые для нас критически важны. Это такие вещи, как, к примеру, качество звука, качество изображения, потому что, когда какой-то интершум, какие-то помехи лезут на трансляцию, лезут на запись, это нехорошо. Ну что ж, я благодарю вас за внимание, очень рад, что вы нашли время перед длинными выходными еще раз вспомнить о работе. Всем спасибо! Так, секундочку, нет, не всем спасибо. Вопрос от Андрея. Как сохранить и продолжать развитие по хардскиллам, несмотря на то, что большую времени, большую часть времени занимает управление отделом. Ну, да, время, 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 самый драгоценный ресурс. Я скажу по себе, что, когда я подтягивал хардскиллы, я некоторое время работал без выходных. Выматывает, но оно того стоит. Микаэл советует делегировать своему заму. Да, но нет, Михаэл, дело в том, что индустриальный стандарт это 60% времени, если ты темлит, это у тебя работать с командой. Но, по крайней мере, часть делегировать можно. Ну, и Андрей правильно говорит, если постоянно делегировать, он мне заменит. Риски, 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 еще раз риски. Да, то есть желательно все-таки выкраивать свое время так, чтобы не терять авторитета и не терять именно контроль. Приятно удивлен тем, что желание дискутировать и задавать вопросы не потухло до самого конца встречи. Очень надеюсь увидеть вас на курсе. Всего хорошего, хороших выходных, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok